Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Соответственно, заключается в том, что если вы посмотрите внимательно на своё сообщение и на сообщение мужчинам, то вы увидите, что с одной стороны есть некоторое такое, как бы, сошеление, как будто бы связанное с тем, да, что вот ссора произошла, ссора случилась, вот, и какое-то нежелание, может быть, того, чтобы она была, да, но с другой стороны, неготовность что-либо решать. То есть, может быть, это чувство стыда определённое, да. Может быть, это какой-то страх. Например, страх, что, допустим, ну, допустим, если я пойду на... ну, на примирение, да, допустим, например, если я пойду на примирение, вот, что... это меня унизит, например, ну, как вариант. Вот. И, соответственно, есть некоторое нежелание этого, есть некоторый страх этого, вот. И, собственно, ну, к сожалению, к сожалению, такая ситуация достаточно часто встречала, вот. Поэтому здесь очень многое зависит от вас, от того, какое значение для вас имеет человек, да. вот, и, соответственно, если, а, значение для человека для вас достаточно велико, если, если вы, если вы, ну, условно говоря, там, если вы считаете, что... если вы считаете, например, что есть с вашей, допустим, страны, какая-то вот такая-такая-такая... ну, не вина, да, это, наверное, неправильно будет, неправильно будет сказать, что именно, именно, прям, вина, я бы сказал, наверное, что, если есть какое-то ощущение, что... то, что произошло между, между вами, это не то, чего вы хотели, да, вот, если, 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 в контексте, в контексте ссоры есть ощущение, что получилось не то, что вам нужно, не то, не то, что входит в вашу, собственно, в систему ценности, да, вот, то вы можете, в принципе, сказать человеку о том, что, там, вот, в том-то или в том-то вы, например, были не правы, да, допустим, не ожидая от него первого шага, то есть здесь, как мне кажется, большая история про то, что каждый ждёт, что шаг сделает другой человек, потому что испытывает что-то вроде стыда, стыда, что-то вроде неловкости, что-то вроде страха, вот, и какого-то... не желания, ну, знаете, как, не желания, что-то исправлять, да, не желания брать, там, какую-то ответственность, к примеру, за то, что вот происходит, и подобно, как мне кажется, отношение на пользу не идет, вот, подобно, как мне кажется, ведет только к разрушению отношений, вот, и решать здесь вам, конечно, вне всякого сомнения решать вам, как вы будете действовать, вот, и что вы будете делать, как, что вы выберете, вот, но мне кажется, что лучшим решением будет просто рассказать, ну, например, решение, да, о том, что, например, вы считаете, ну, о том, что вы считаете ошибкой, сами для себя, вот, если, конечно, такое есть, вот, если вы считаете, что в конфликте, как бы, не брал только он, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, совершенно бесполезно, ну, как бы, приубеждать вас в том, что это не так, вот, я этого делать, в принципе, не собираюсь, вот, мне кажется, что не имеет это никакого значения, вот, просто хочу сказать, что, вот, в таком случае, если, 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 если вы, допустим, считаете, что, что не прав мужчина, да, вот, только, например, что, ну, как бы, ответственность ваша здесь, пожалуй, будет в том, что, ну, что ваши отношения могут на этом закончиться, вот, и вы можете, в принципе, совершенно, там, справедливо сказать, что, ну, значит, ему, ему отношения были не так важны, и, вероятнее всего, вы будете правы, то есть, как бы, вот, что меня здесь несколько смущает, это то, что, как будто бы, вы ощущаете неуверенность в себе и незнание того, что делать, при этом, при этом, мне кажется, что, что, что-то вы все же чувствуете, вот, мне кажется, что, что-то вы все-таки ощущаете, вот, и вам бы, вот, слушаться к тому, что вы ощущаете, и, а, позволить этому, а, как-то, вот, влиять, а, на, ну, ну, взаимодействия, взаимодействия, ваше взаимодействие, а, с человеком, человеком, вот, если вы хотите, там, условно, чтобы, чтобы ситуация как-то изменилась, да, если хотите, там, сохранить отношения, допустим, если вы хотите, а, чтобы у вас в отношениях, чтобы все было хорошо, вот. Вместе с тем, а, вместе с тем, нужно, а, в обязательном, наверное, порядке, а, сказать следующее, что, а, конфликт, ну, вот, ссора, если угодно, вот, не происходит на равном месте, и, а, обязательно нужны какие-то решения, обязательно нужны какие-то, а, ну, какие-то выводы, вот, обязательно нужны какие-то, а, какие-то, конструктивные, а, шаги, вот, чтобы ситуация не повторялась, потому что, иначе, ну, как бы, ссора происходит еще раз, опять, вот, и, ну, там, в следующий раз уже, грубо говоря, будет несколько сложнее, да, а, будет сложнее, а, вернуть, а, а, отношения в прежнее русло, вот, поэтому, если вы, как бы, ссоритесь, то, вот, ладно, вот, хотя бы стараться, постараться понять, чем эти ссоры вообще связаны, постараться понять, что можно сделать, чтобы, там, конфликтов больше не было, да, ну, по крайней мере, по крайней мере, в этом, ну, в этом, по крайней мере, направлении, да, вот, чтобы вот, и, собственно, ну, это, пожалуй, просто очень важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, вот, в первую очередь. Значит, как, как, как себя вести в этой ситуации? А как вам хочется себя вести в этой ситуации? Ведь это, мне кажется, скажется, такой, достаточно важный момент, вот, как вы хотите себя вести, так вам, в принципе, себя вести, ну, чтобы это, ну, соответствовало вашим ценностям, чтобы это соответствовало вашим представлениям, представлениям, о, 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 ну, о, о том, как выстраивается ваше взаимодействие с человеком, вот, это важно, вот, если вы к себе не прислушиваетесь, вот, если вы себя не слышите, вот, если, если вы не отдаете себе отчет, как вам хочется, как вам нравится, что вам хочется, что вам нравится, то, э, то, стоит, э, с этим поработать, чтобы вы научились, научились это, э, ослеживать, вот. Ну, согласитесь, немного странно, что мы, например, вам, э, будем говорить, э, как вы себе себя вести, ну, это вы сами решите, вы можете это сделать, вы можете сами, э, с этим разобраться. Вам нужно просто поисследовательство. Ну, как правило, одна из таких вот основных причин для конфликта заключается в том, что люди боятся близости. И, соответственно, страх близости, он мотивирует людей на то, чтобы ссориться, к сожалению. Это очень прискорбная история, но, к сожалению, очень часто ссоры возникают именно из-за подобных аспектов. Вот. Значит, что думаю я? Я думаю, что страх близости связан с несколькими моментами. Это может быть как проблема личной границы, это может быть как самооценка, это может быть как страх быть, там, не знаю, брошенным или брошенной. Вот. Это могут быть еще какие-то сложности связанные, как правило, с прошлым опытом, вот, который был и так далее. Текст вариантов здесь может быть довольно много и все они варианты достаточно индивидуальные и я бы не хотел, чтобы вы думали, что, ну, что это вот только, только это и все. На самом деле вариантов много, их правда много, но вот и мне бы хотелось, мне бы хотелось как-то более индивидуально подойти к этому вопросу, более, более деликатно, может быть, что ли, подойти к этой ситуации. Вот, чтобы вы для себя это увидели, чтобы вы для себя это постарались понять, чтобы вы для себя, ну, увидели какую-то, может быть, перспективу, да, чтобы вы для себя увидели какие-то вот, ну, моменты, какие-то важные моменты для себя. Вот, потому что, ну понятно, что сейчас вам может быть ничего не ясно. Вот, поэтому подумайте, вот, не торопитесь, время у вас, я так понимаю, есть, вот, подумайте, что вы хотите, вот, посмотрите, например, на свое отношение к истории, вот, посмотрите на, на свои, на свои некоторые ожидания вот, ну, от человека, вот, в плане того, да, чего, ну, какого, какого, там, не знаю, поведения вы от его ждете, вот, насколько это поведение адекватно, то есть, ну, я помню, насколько это поведение вообще может быть реализовано мужчиной. Словно говоря, вы можете ждать, что человек, там, допустим, пойдет извиняться. вот, вот, вы можете, вы можете ожидать, что человек, вот, будет извиняться. А он, соответственно, ну, как бы, никогда не извинялся, ну, к примеру, вот, и, соответственно, соответственно, ваши ожидания, здесь они, скорее всего, немножко завышены. Вот. Поэтому с этим тоже нужно считаться. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Буду благодарен вам за обратную связь по мобильному ответу. Это может послужить началом вашей работы над собой. Всего доброго. До свидания. ... ... ... Продолжение следует...